Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник в Крыму». У микрофона обозреватель Андрей Матюхин. Говорим о важном, актуальном и интересном. И сейчас перейдем к следующей теме. Итак, психологи по всему миру бьют тревогу. Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений участились случаи домашнего насилия. В Европе, например, проблема настолько серьезная, что в некоторых странах даже ввели кодовое слово. Если жертва побоев не может открыто сообщить о своей проблеме, она должна обратиться в аптеку и произнести специальную фразу. Это специальная фраза COVID-19. По данным ООН, во Франции число жалоб на домашнее насилие за месяц выросло на 30%. В Аргентине на 25%. На Кипре и в Сингапуре на 30% и 33% соответственно. При этом жалобы подают менее 40% женщин. Ну, они просто не могут это делать физически, потому что находятся с агрессором в одном помещении. Что касается нашей страны, то количество обращений к психиатрам выросло в России больше, чем на треть. Сначала распространение эпидемии коронавируса. Как сообщили из Вести, большинство обращений поступают от мужчин. На 30-40% выросло количество обращений к психиатрам, среди которых преобладают люди с коронапсихозом. Даже уже такой термин появился. Это реактивным состоянием, паникой, которая возникает в экстремальной жизненной ситуации. Об этом рассказал завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Московского университета Андрей Шмелович. По его словам, большинство людей озабочены потерей работы и платежеспособности. Но вот мы видим две такие глобальные проблемы. Это проблема, которая связана с тем, а что же будет дальше, то есть с невозможностью предсказать, предугадать свое будущее, возможность потери работы, каких-то перспектив. Ну и вторая проблема — это непосредственно насилие в семье. Эти темы обсудим с экспертом. На прямой телефонной связи со студией кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Таврической академии КФУ Мневернадского, Юлия Евдокимова. Юлия Александровна, здравствуйте. Я предлагаю начать со второй проблемы, с того вопроса, что сейчас выросло количество обращений как раз-таки к психиатрам по поводу непонимания того, что будет дальше, да, коронапсихоз. Вот причины возникновения, насколько люди действительно осознают и понимают, что они находятся в неком таком реактивном психологическом состоянии, что с этим делать? Я не к психиатрам, и, к сожалению, статистику по Крыму я не знаю обращения к психиатрам. У меня возникают все-таки вопросы к этой статистике, потому что, как мы понимаем, в условиях самоизоляции, насколько может себе человек позволить, который и в обычной ситуации не обращается к психиатрам, вдруг неожиданно обратиться. Но другое дело, что да, безусловно, проблема эта существует, и действительно любое нарушение существования обычного состояния системы всегда вызывает какие-то отклонения. И факторы этому могут быть действительно очень разные. Вот я, например, занимаюсь психологией инноваций и прекрасно знаю другую статистику. Как только меняется действительно стандартное положение вещей, вот в частности, например, огромное количество проблем и с насилием, и с обращением к психиатрам и прочие проблемы, исходные как раз данным периодом, были тогда, когда распадался Советский Союз, когда у людей резко изменились условия и совместного проживания, и бытовые какие-то особенности финансовые, экономические, психологические. Ну и, соответственно, ждала, ну, нарастала, так скажем, волна заболеваний, связанных в основном с сердечно-сосудистыми проблемами. Вот, психиатры тогда статистику особо не давали. Ну и... Но не до этого было, был период выживания, скажем прямо, да? Да, был период выживания. Ну, я так думаю, что период выживания очень во многом сейчас люди чувствуют и на данный конкретный момент, да? То есть ситуация очень сильно изменилась, действительно, тревога нарастает. То есть в любом случае нарастание тревоги всегда вызывает у человека, как бы, такое состояние, когда ему необходим постоянный ресурс. Этот постоянный ресурс... Хоть что-то стабильное, одним словом. Этот постоянный ресурс, он может находиться внутри нас. Этот постоянный ресурс мы можем найти внутри семьи. В зависимости от того, насколько в данной ситуации человек обладает чем-то стабильным. Юлия Александровна, ну, по поводу того, найти внутри семьи, мы, конечно, еще поговорим. Потому что еще одна тема, которую я затронул выше, это как раз тема домашнего насилия. И здесь семья выступает, ну, скорее, может быть, для некоторых даже раздражающим фактором. И люди, наоборот, не видят там поддержку, а понимают, что, о господи, 10, 15, 20 лет мы прожили вместе с человеком, который сейчас, ну, явно не близок, да? И вот эта вот ситуация внешняя, она еще больше негатив вызывает внутри семьи. Поэтому к этой теме мы еще вернемся. О стабильности и нестабильности я с вами согласен. Ну, а что делать? Человек понимает, что, например, вот сегодня мы общаемся с вами, а люди предполагают, что до 30 апреля, как минимум, пока что, на данный момент, сохраняется режим строгой самоизоляции. К сожалению, не все его соблюдают. Но те, кто соблюдают, понимают, что в четырех стенах сидеть уже две недели, мягко говоря, сложновато. Плюс еще человек понимает, что у него никаких перспектив, например, в отношении работы. Когда он получит свою заработную плату, он тоже не понимает. И это, ну, такой себе, очень серьезный момент, который влияет на психику. Поэтому что с этим делать? В первую очередь, ничего не остается, как принять обстоятельства. То есть принять обстоятельства – это уже очень важный шаг в том, чтобы найти почву под ногами. Поскольку, ну, я принимаю обстоятельства такими, как они есть. Да, вот сейчас и экономические, и политические, и семейные, в том числе, обстоятельства. И именно с этого начинается уже хоть какая-то точка роста. То есть в принятых обстоятельствах я анализирую и нахожу, что на данный момент в ситуации, когда жизнь, думаю, все равно продолжается, что же на данный момент может являться источником, как, помните, говорил там Экзоперия, искусство маленьких шагов. Вот какой маленький шаг я могу сделать каждый день? Маленький шаг какой может быть? Ну, элементарно там, да, мы наводим сейчас уборки дома, там, разобрать какие-то вещи. Маленький шаг – это может быть обнаружить у себя какое-то качество, которое на данный момент может быть востребовано. Маленький шаг – плати, не знаю, бесплатный вебинар по интернету. Да, сейчас очень много ресурсов, которые позволяют нам обучаться и при этом находиться дома, да, и не платить, ну, кроме как за интернет. То есть вот это вот искусство маленьких шагов – это единственное, что может нам сейчас помочь при принятии ситуации. То есть, условно, то, что мы можем контролировать, над чем мы можем иметь власть – это то, что мы можем делать в рамках своего собственного жилища, и можем планировать как минимум один день. Вот этим нужно заниматься. Я правильно понимаю? Да, да, абсолютно точно. Вы правильно понимаете. Ну, и ко всему прочему можно обратиться не только к своему настоящему, да, мы часто говорим, надо жить здесь и теперь, а можно обратиться еще и к анализу того, что было в прошлом. Посмотреть, ага, вот в тот период мне было хорошо, я был счастлив. Что тогда со мной происходило? Каким ресурсом я тогда своим личным, психологическим обладал? А, возможно, мы восстановим контакты с теми людьми, с которыми нам было комфортно общаться когда-то. Ну, бывает же, да, общались-общались, а потом как-то жизнь, обстоятельства, что-то понеслось, и контакты прервались. Попробуй восстановить контакты с близкими в том числе. Не получится – не получится. То есть ни с чего не делать катастрофы. Опять же, сегодняшний день начался, сегодняшний день закончится. То есть вот стабильность хотя бы в рамках нескольких часов пусть даже. То есть точку стабильности ищем, опять же. Некоторым бывает действительно найти очень сложную и эту точку стабильности, но еще сложнее контролировать свои эмоции. Вот смотрите, консультант телемедицинского сервиса доктор Рядом Илья Слободчиков отметил, что в основном мужчины, а именно по данным вот московских специалистов, о чем я говорил выше, это примерно на 30-40% выросло обращение к психиатрам, так вот мужчины в основном жалуются на усталость от семьи или партнера, сложность контроля своих эмоций в ситуации заточения. Казалось бы, да, характер стойкий нордический должен быть, но происходит наоборот. То есть контроль эмоций. Вот как раз вы абсолютно точно заметили, контроль эмоций – это наиболее слабая сторона мужской психологии. Ну как бы это факт известный. То есть действительно, почему женщинам легче во времена перемен? У нее шире диапазон реакций, эмоциональных реакций в том числе. То есть женщина в этом плане свободна, свободна в проявлении эмоций. В любой культуре фактически у мужчин есть такой вот социально-культурный запрет на выражение собственных эмоций. То есть, каким образом говорят маленькому? Не плачь, да, ты же мужчина, не проявляй свои эмоции. Раньше у мужчины какой был способ свои эмоции хоть как-то выхлестнуть в социально приемлемых формах? Футбол, да, болеть за свою родную команду, встретиться с друзьями, да, там выплеснуть какие-то свои эмоции. И вдруг неожиданно он оказывается в ситуациях, когда действительно он не может проявить вот весь этот диапазон эмоциональных реакций. И причем у мужчин не только эмоциональные реакции находятся, ну так скажем, в менее широком диапазоне, чем у женщин. Ну, например, они уже реагируют, как вы знаете, на повышение температуры. Начинается паника сразу. Да, начинается паника. То есть, фактически, вот и физиологические границы, и психологические границы у мужчин при реакции находятся в меньшем диапазоне. Поэтому любое отклонение от точки среднестатистической какой-то в состоянии, там, эмоциональном состоянии, да, действительно, они переживают гораздо сильнее, больше негативным моментом, чем женщины. И как бы женщинам это тоже надо понимать. А вот относительно контроля, несколько раз у вас прозвучало, контроль, 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 да, ситуации. И тут вы абсолютно точно попадаете, потому что фактически контроль – это очень важный механизм, контроль над ситуацией, который удерживает у нас вот это вот состояние нормы, состояние среднего, как только мы теряем контроль над ситуацией. То есть, социализация, по сути, которая должна происходить в домашних условиях, не терять ее. Я бы сильно так вот уже не делала акцент на том, что семья будет определять абсолютно все происходящее с человеком. Какие вообще факторы? Давайте разберемся. Какие факторы, вот в том числе и возникновение бытового насилия? Вот к которому мы как раз сейчас, Юлия Александровна, с вами переходим, да. К которому сейчас славненько подходим, да. Как правило, факторы – это культурные факторы, поскольку в разных культурах есть разная степень оценка нормы или патологии во взаимодействии. Да, есть культура, например, итальянская культура, ну и вообще южная, да, вот какие-то культуры, в которых очень широкий диапазон эмоциональных реакций. Они могут там накричать друг на друга, побить посуду, потом мириться и, в принципе, не считают это вообще даже конфликтом каким-то. Есть культура патриархальная, где структура семьи действительно очень жестко закреплена, где ни в коем случае нельзя проявлять то или иное отклонение реакции. Да, поведение человека структурировано. Вот так должно быть. Вот так себя ведет мужчина, так себя женщина, так себя ребенок, так старшее поколение, так младшее поколение. Потом это социальные факторы. Конечно, они очевидны, мы понимаем. Это зависимость от психоактивных веществ, это вообще степень криминализации общества, поскольку, опять же, с разной степенью криминализации общества тоже, безусловно, связаны и проявление личностного какого-то насилия, бытового насилия. Это экономический фактор. Конечно, мы знаем, чем сильнее финансовая зависимость, тем бытовое насилие будет проявляться, так скажем, интенсивнее, когда неравноправный доступ к ресурсу экономическому, так скажем, в семье. Политический фактор тоже раскручивается. Кстати, СМИ, надо сказать отдельное спасибо за то, что она сейчас трубит на всех каналах, звонит на все колокола, нарастает бытовое насилие. Товарищи, это ужасно. Люди там друг с другом конфликтуют, драки вызывают в милицию. К чему это еще приводит? Ага, смотрит человек и думает, раз это так у всех, значит, и мне можно. Думаете, именно так и думают? То есть, если там можно, то и... Это социальное разрешение. Это социальное разрешение. Раз кому-то можно нарушить этот запрет, а возможно-ка попробую я сам. Ну, понятно, что это не является, ну, как бы, одна из версий. Но в любом случае, то есть, если человек видит, что так можно, где-то официально, да, об этом заявлено, то фактически у него тоже вот эта вот мысль начинает точить. А почему я так никогда не пробовал? Ну, и правовые, отсутствие закона, да, фактор какой. То есть, если человек знает, что это ненаказуемо, что это нельзя подтвердить, то, соответственно, тоже отсутствие страха, что тебя, ну, скажем, поймают, да, на горячем, то это тоже очень важный фактор возникновения бытового насилия. Ну, и, конечно же, когда мы говорим о бытовом насилии, почему-то у всех возникают какие стереотипы? Это какой-то патологический ревнивец, да, который бьет жену. Это алкоголик, который тоже напьется и бегает за своими домашними. Или это какой-то религиозный фанатик, да, вот он всегда таким был, и вот сейчас он тоже проявляет насилие. А вы сейчас будете развеивать эти мифы, я так понимаю, да, Юлия Александровна? Да, я хочу сказать, что на самом деле это стереотипы. Да, безусловно, если у человека уже, ну, присутствуют патологические вот эти вот качества, да, там, ревность, алкоголизм, там, ну, вот те, что я назвала сейчас. Но на самом деле бытовым насильником может быть... Мы говорим о психологических, да, сейчас больше причинах бытового насилия. А бытовым насильником может быть ребенок. Ребенок, который требует к себе максимум внимания, да, ребенок, который осуществует дисбаланс вот этой вот системе. Это может быть бабушка. Бабушка-агрессор, ну, а чего распространенное даже явление. Да, то есть на самом деле бытовым насильником в семье может быть совсем не обязательно вот тот, кого мы относим к стереотипам. Что такое насилие? Вот опять же давайте разбираться. Давайте. Насилие это, ну, контроль прозвучало абсолютно точно. Человек, который желает контролировать ситуацию, контролировать поведение другого человека, делает это очень, ну, тотально, да, то есть контролирует так, почему не выключили свет. Вот все вы здесь находитесь, да, в этой квартире, я плачу за свет, выключайте. И вот ходит маниакально, да, там, преследует, выключайте телевизоры, выключайте свет, будем экономить. Там, в стране сложная ситуация. Давайте и у нас будем экономить. Да, давайте будем экономить. Кто сколько чая выпил за день, да? Ну, это я утрирую, да? Ну, а что, как в том анекдоте. Рухи с мылом мыли, чай без сахара, да? Все правильно. Ты зачем красишься? Кто тебя видит? Да, да, да. Ну, элементарные какие-то вещи. Это унижение другого человека. Унижение тоже может быть бытовым. Ну, конечно же. А раньше ты столько не готовила. Вот сразу же видно, да, вот другие люди выставляют вон стаганчик, вон какие блюда. У нас там третий день опять яичница. То есть унижение может быть, опять же, по любому признаку. Совсем не обязательно унижают другого мужчины. Как мы знаем, женщины тоже умеют очень тонко унизить, особенно когда мужчина изменил свой статус, да? Допустим, он был добытчиком, у него была работа, и вдруг неожиданно статус изменился. И тут как бы весы качнулись в другую сторону. Это могут быть оскорбления, тоже фактор насилия. Игнорирование, да, игнорирование другого. Я потерял работу, я лягу на диване, я буду лежать и страдать молча, да, не подходите ко мне. Игнорирование достижений другого человека. Ну, то есть кто-то в семье старается, ну, хоть что-нибудь сделать, да? Научиться вязать, научиться шить маски, в конце концов. Проходить, опять же, какие-нибудь вебинары по интернету. И обесценивание достижений. Зачем тебе все это надо? Все и все равно рухнет. Все равно, как ты никогда не умела ничего делать, так ты и не сможешь. Да, это может быть обесценивание ребенка, который сейчас бедный скрипит и делает домашнюю работу. О, да. Обесценивание учителей, которые дают задания для ребенка. Да, мы сейчас видим, какие конфликты там в семье. Боже, прекратите издеваться над детьми. Сколько же можно давать им заданий? То есть обесценить можно, как мы понимаем, абсолютно от кого угодно, какую-то домашнюю собаку, домашнюю жопу. Но дело в том, что, Юлия Александровна, одно дело, когда это выглядит как ворчание некое, или как, ну, просто, может быть, как, знаете, ну, такие мини-ссоры, а другое дело, когда это уже приводит к неким взрывам, рукоприкладству и такому агрессивному физическому насилию. Да, безусловно. А мы знаем, что у насилия есть цикл. Вот, кстати, немножечко оторвемся от того, о чем я говорила. И почему нам сложно понять вообще, это насилие или это нет. И вот это вот спонтанно он так взорвался или она. Действительно, здесь очень сложно, потому что насилие есть цикл. То есть вот, а, насилие непосредственно, да, то, что наблюдаем. Ну, например, там и бесценивание, там физическое насилие какое-то. Потом что идет? Потом всегда идет примирение. Примирение, сладкая вата, когда, ну, действительно, человек искренне или неискренне просит прощения. Потом идет такой спокойный период. Для чего нужен спокойный период насильника? Чтобы накопить энергию для нового периода. Накопить энергию. И вот тут очень важный момент удержать жертву. Жертва не должна сорваться с крючка. Паучок в уголок, поволок прямо получается, да? Да, да, действительно. И это очень сложный период для жертвы в том числе, потому что она не может сориентироваться. Боже, он же прекрасен, да, он опять меня там гладит, ухаживает за мной. Говорит, вот как он меня любит. Наверное, я ошиблась. Наверное, все это было не так. Этот замечательный человек просто сорвался. И вот после вот этого периода спокойствия, да, некоего оплата, наступает следующий период, период провокации. Когда тебя еще не обижают, но ты чувствуешь. Подкалывают, там, ущипнул. Ну, вроде бы, да, там какой-то небольшой акт такой физического насилия. Все, как только мы чувствуем, что началась провокация, называется «Беги, Лола, беги». Ну, дело в том, что бежать-то некуда сейчас, вот в чем беда. Да, бежать-то некуда. Вы знаете, при желании всегда можно бежать. Другое дело, что когда мы попадаем в ситуацию зависимости, уже такой психологической зависимости, у нас формируется стереотип поведения, что да, сейчас будет так насилие, но потом же он опять будет лапочкой. А вот это вот опасная мысль, на самом деле. Юлия Александровна, смотрите, у нас просто не так много времени остается. Какие советы можно дать? Какие советы можно дать сейчас и жертвам насилия, и тем людям, которые понимают, что в этой ситуации вынужденной самоизоляции они находятся уже не первую неделю, и на самом деле нужно как-то приспосабливаться. И раньше, может быть, вот таких ярко выраженных эмоциональных реакций, ярко выраженного психологического или даже, не дай бог, физического насилия не было, но сейчас они начинают проявляться. Как нужно себя вести? Дам очень быстрый элементарный ответ, разговаривать. Поскольку фактически и насилие, и конфликты. Да мы сейчас говорим, что насилие – это одна из форм конфликта. Конфликт когда возникает? Вот тоже простая схема. Когда есть борьба за ресурс. Так. Ресурс. Материальный ресурс, нематериальный. Эмоциональный, да, какой-то? Эмоциональный ресурс. Квартира – это тоже ресурс, простите, территориальный ресурс. Территориальные войны – это самые распространенные войны на Земле. Точно так же мы столкнулись с тем же самым, только в мини-системе, в системе семьи. Поэтому разговаривать. Есть факторы, которые позволят нам преодолеть эту ситуацию. Факторы, ну, кратко сведем мы к трем. Это доверие, то есть мы должны доверять другому человеку. Это безопасность, то есть я должна себя чувствовать с этим человеком безопасно. Эмоционально, психологически, экономически, в конце концов, безопасно. Это партнерство. Партнерство предполагает, ну, любовь предпочитает равных, как говорил Лаппедвега, да? То есть когда мы будем на равных разговаривать и уважать личные границы друг к другу. Вообще личные границы – очень тонкая вещь. Личные границы – это не только границы нашей комнаты. Мы знаем, в подростковом возрасте обостряются. Подростку необходимо, да, вот это моя комната. Вот не трогайте это, мой плакатик висит на стенке. Вот сейчас мы, ну, фактически, психологически, мы находимся вот в таком подростковом возрасте. Когда нас шатает, когда мы не знаем, что будет дальше происходить. С одной стороны, есть какая-то уверенность, да, ипотаж даже, что все будет хорошо, я замечательный. В то же время сомнения огромные. То есть вот эта тонкая вещь, и находясь в обычных условиях, мы личные наши границы не прощупываем, да, так близко. То есть мы подходим на какое-то безопасное расстояние друг с другом. И вот вдруг неожиданно мы оказались, когда наши личные границы непосредственно, да, вот тело к телу, фактически, да, там, кожа к коже. И поэтому вот эта вот близость, она оказалась испытанием, как ни странно. Ну, вы знаете, я специально провела опрос среди своих друзей, в частности, в Фейсбуке. Так. И, ну, возможно, у меня специфическая выборка, конечно. Но, тем не менее, ни один человек не сказал, что сейчас у них ухудшились отношения, и возникло большее количество конфликтов. Вот практически все мои знакомые, друзья, рассказали о том, что сейчас неожиданно не стали открывать друг друга, они стали ближе к друг другу. Это тоже вот вопрос границ. И оказалось, что у них есть много общего. Многие, да, сейчас шутят, что пообщался со своей женой там в течение Индии, какая-то интересная женщина. То есть на самом деле во всем надо находить, безусловно, плюсы. И не контролировать тотально, не тревожиться, не задавлять волю. Спасибо большое, Юлия Александровна. Спасибо и за эти советы в том числе. Напоминаю, Юлия Евдокимова, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Таврической академии Кафуимни-Вернадского. Был на прямой телефонной связи со студией. Благодарю за разговор и вам всего хорошего. Всего доброго, будьте здоровы. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио Спутник в Крыму.